Милая и обаятельная, но с железным характером и безусловным певческим талантом. Ирина Ментус меньше говорит о себе, больше о творчестве в целом и конкурсе в частности. Исполнительница уверена, творческие соревнования в Варшаве – настоящий подарок для тех, кто не видит свою жизнь без пения. Попала я на этот конкурс, не скажу, что случайно, думаю, что случайности не случайны. В рамках трансграничного сотрудничества польская делегация примерно год назад посетила наш город Брест и была им приятно удивлена, впечатлена, познакомилась с культурой нашего города, туристическим потенциалом. И вот наш город получил приглашение посетить вот этот вот фестиваль. Соответственно, нужно было подобрать конкурсанта, который бы имел уже опыт выступлений на подобных таких больших масштабных мероприятиях, ну и мог достойно представить наш город в первую очередь, наш Республик Беларусь, так как я была единственным представителем Республики Беларусь. Подготовка к большому форуму под руководством педагога Ларисы Борсук стартовала еще летом. Для выступления девушка выбрала не самую известную, но оттого не менее трогательную композицию Анны Герман. Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, поверь на век моим словам. Люблю тебя, но не судьба, с тобой вдвоем небо дорогна. Обязательным условием этого конкурса было исполнение песни Анны Герман. Мой выбор пал на нешироко известную песню, и я бы сделала это намеренно, да, скажем так. Эта песня «Люблю тебя» Андрея Дементьева и Арноба Ваджиняна. Песня с достаточно трагическим содержанием о неразделенной любви, но вот выбор пал на нее. И вообще хотелось бы сказать, что все песни Анны Герман, они такие очень глубокие, смысловые, наполненные, душевные. Поэтому галоконцерт получился у нас великолепным. В Брест Ирина привезла диплом второй степени. Исполнительница признается, приятных впечатлений, возможно, хватило бы и от самого факта участия в таком мероприятии. Но с дипломом эмоции куда ярче, а сама поездка результативнее. Настрой был спокойный. То есть я как-то ехала с такой какой-то внутренней уверенностью, что все будет хорошо, все получится. И мандраж, вот прям такой мандраж, был только в день непосредственно самого галоконцерта. То есть уже с утра я такая сразу мобилизовалась и вот чувствовалась это безусловно волнение. Но такой какой-то конкретной цели, наверное, не было. Потому что это был город, который я в первый раз, в котором я побывала в первый раз. Я понимала, что будет возможность погулять. А так как мне нравятся вот эти путешествия, вот это была такая возможность не только с пользой провести время, но и посмотреть город. Поэтому как-то я хотела, безусловно, а кому не хочется, да, скажем так. Но это не было такой первой целью.